Бескомпромиссная, безапелляционная, бессмертная, библия. Программа Б. А что если общество это огромный сложный пазл, и каждому из нас нужно найти свое место, чтобы встроиться и стать частью общей красивой картины? Как понять, кто мы? Как не стать жертвой чужих ожиданий и найти себя в жизни? Обсудим это прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, мы в прямом эфире, я вернулся 26 мая, сегодня 12 часов пятница. Задавайте свои вопросы, пишите нам, сразу же попрошу вас, teos.fm наш сайт, там можете написать. Даже вайбер и ватсап у нас есть, плюс 7 977, 850-09-96. Если у вас есть такая способность запоминать телефонные номера быстро, вы это уже сделали. 8 800-333-1706, телефон прямого эфира, бесплатный по России, звоните. 8 800-333-1706. А говорить мы сегодня будем о том, как найти себя, как встроиться в сложную картину мира, в общество, почувствовать себя полезным, при этом реализовать себя. И вот обо всем этом, обо всем этом супе мы сегодня говорим с музыкантом, аранжировщиком, еще и блогером теперь ведь, Александром Силковым. Привет! Добрый день! Ты знаешь, я к видеоблогерам отношусь не очень хорошо. Ага, ладно. Я считаю... Но ты сидишь довольно далеко, то есть ты не дотянешься. Я не знаю, почему у меня предвзятое такое отношение. Вообще в целом, потому что когда ты смотришь видеоблоги, они, как правило, какую-то капитан очевидность, говорят, излишне экзальтированно, и как-то мне вот неприятно это все видеть. Но твои видеоблоги – это другое. Это практическая вещь для музыкантов и аранжировщиков. Ну, там тоже можно экзальтироваться, будь здоров, на этом поприще. Это интересный момент, как это дозировать, но не хочется сейчас в это уходить. Мы же пазл строим. Да. Марк Твен посещает нас сейчас и говорит, я могу научить любого, как добиться того, чего он хочет в жизни. Проблема только в том, что я не могу найти никого, кто бы знал, чего же он хочет. Вот есть такая проблема? О, такая проблема однозначно есть. И, ну, я думаю, она знакома большинству людей, да, что вот, а чем же я хочу в жизни заниматься? Вот он, я сижу сытый, вроде как, ну, все мои такие критичные нужды справлены, а куда я хочу тратить свое время? И вроде бы как много чего я как-то себе облачно хотел бы, чтобы у меня было или чтобы кем-то я был, но вот как-то оформить это в конкретные вещи крайне сложно. Ну, у нас сегодня профориентационная передача, потому что вчера был последний звонок, кстати говоря. Ты обратил внимание на школьников наряженных? Нет. Поэтому сегодня многие проснулись после последнего звонка, может быть, многие еще не проснулись, смотря как они его отметили, и думают, так чего же я хочу в жизни? Ну, конечно же, многие запланировали, куда поступать, там же эти ЕГЭ и так далее и тому подобное, но все равно молодой человек стоит перед выбором. Я в свое время тоже перед ним стоял, а кто я, собственно говоря, как мне себя называть, кем я хочу себя называть впоследствии, чем я хочу заниматься, чему я хочу посвятить свою жизнь. Кажется, что жизнь длинная, когда ты молодой, впереди еще куча времени, а потом оказывается, что время пробежало быстро, и ты думаешь, чем я занимался, сколько времени потрачено впустую. Вот чтобы не было этого сожаления, мы сегодня и говорим, у нас сегодня к молодежи передачи направлены. Мы с тобой такие уже седовласы, нет, еще не седовласы. Есть парочка, есть. Вот, уже, значит, можно сказать, седовласы, и мы сегодня об этом рассуждаем. Наших слушателей приглашаем присоединиться. Чувствуете ли вы себя на своем месте? Расскажите нам. Соответственно, да, нет, почему? 8 800 300 33 17 06. Звоните, рассказывайте, вы на своем месте или нет? Вот в детстве мы все играем. Вот ты во что играл в детстве? Вспоминаешь? А, речь идет про железные игрушки или про компьютерные игры? Не-не-не, ну что ты, я про ролевые игры, мы играем в продавцов, сейчас не знаю дети, продавцов нет, моя не играет. А в докторов, в учителей, ну, все, что видим вокруг, какие-то модели общества, модели мира, модели отношений. В детстве мы их повторяем. Вот ты во что в детстве играл? В ниндзю. Ты себя ниндзю представлял. Ты себя ниндзей представлял? Ассоциировал себя ниндзей? Да, ну, видимо, из-за того, что я полуазиат, я как-то себя так в обществе ощущал, что нечто, это моя какая-то ниша, неосознанно. Внезапно. Да. После того, как прошел этап желания быть ниндзей, в общем-то, ничего мне больше конкретного не хотелось, кроме того, чтобы быть уважаемым пацаном на районе, любой ценой. Просто нормальным челом, которого будут уважать и ценить, да? Да, который обладает какими-то вот этими идиотскими качествами, которые в данном конкретном месте почему-то в почете. Но ничего не получилось, к счастью. Ну, вообще, что я... Вот я сейчас говорил про молодых людей, я вспоминаю себя после окончания школы. Да, чуть-чуть позже уже, после детства, что ли. Да, и вот тогда, с одной стороны, это ощущение, что вот-вот сейчас, вот с завтрашнего дня начнется жизнь с тройной большой буквы, просто курсивом, жирным. Но она, конечно, как-то внезапно перетекла в сейчас. Но мне кажется, что... Ну, тогда, конечно, я... С одной стороны, я как раз тогда уже знал, что хочу быть музыкантом. Но, с другой стороны, конечно, это... Хотеть быть музыкантом, это не значит знать, чего ты в жизни хочешь. Сейчас все, кто смотрит шоу «Голос», хотят быть музыкантом. Ну да, то есть, и до сих пор я уже... Ну, сейчас я абсолютно убежден, что мне надо быть музыкантом. Я им являюсь вроде как лет 12 уже профессионально. Но, тем не менее, даже на этой дороге столько развилок и каких-то нюансов, что моя склонность быть потерянным и незнающим здесь реализуется. И, наверное, у любого человека так. И поэтому мне кажется, что ошибка, которая есть в нашем восприятии того, что значит определиться своими желаниями, это мы думаем, что знать, чего я хочу, это решение, которое я сейчас принял. То есть, я подумал, взвесил, и я хочу вот этого. А мне кажется, что знать, чего ты хочешь, это больше какой-то образ жизни и состояние сознания, в принципе. Потому что, ну, все очень динамично. Из-за исключения случаев, что, я не знаю, тебе Равин сказал или открылась от Господа, что вот он, твой путь, по-любому, идти любой ценой, даже по сторонам не гляди. Ну, это мы не учитываем, такие крайние случаи. В основном нужно очень быть чутким к себе, к окружающему миру, к нужным своим, там, людей вокруг и к тому, что в тебе меняется. Иначе ты не будешь. То есть, если ты делаешь то, что ты решил делать 5 лет назад, если по-тупому, да, это не значит, что ты сейчас чувствуешь себя на своем месте и так далее. Ну, я вот в детстве представлял, что я очень богатый. Это очень ярко помню. А, то есть, такая ролевая игра была. Эту игру, да, она надолго у меня задержалась. Я был богатым бизнесменом. У меня был чемодан, у меня старший брат, у него был такой дипломат назывался. Знаешь, он пластиковый на самом деле, но выглядит эффектно. Черный, твердый, вот, с замочками такой, открываешь его, и у меня там внутри были нарезанные бумажки в виде денег. Я их ниточкой перевязывал, это были стопочки денег, и у меня был целый чемодан с деньгами. Я играл в то, что я богатый бизнесмен. У меня большой пятиэтажный дом, я очень успешен, очень уважаемый, я там выписывал чеки, как будто бы. И очень это меня все занимало. Ну, как ты понимаешь, ничего не получилось. Как ты это зарабатывал, ты не играл? Нет, а это меня не интересовало абсолютно, потому что гораздо интереснее играть в то, как я трачу эти деньги, чем как я их зарабатываю. Вот, наверное, это было связано с тем, что я смотрел на телевизор, может быть, поэтому по телевизору это видел, меня это все занимало. Но не удалось. А пытался ли ты? Нет, вообще, совершенно. Когда я стал постарше, я был бездарем, бездельником, очень плохо учился в школе, еле поступил в институт, почти чуть не вылетел с первого курса, но потом взялся за голову даже. Хорошо, закончил институт, но вопрос, куда я поступил, да, и зачем. Прям я закончил исторический факультет педагогического вуза, я учитель истории профессии, но при этом находиться в школе мне крайне дискомфортно, я очень боюсь детей и подростков в большом количестве. Аналогично. Да, поэтому зачем все это в моей жизни произошло, не очень понятно, но оно произошло, да. Поэтому не все так сложилось, как хотелось, и чемодана с деньгами у меня нет. Давай так вопрос поставим. С чем сталкивается человек, желающий понять, кто он, и заняться тем, чего, как ему кажется, он хочет? С какими проблемами, с какими трудностями он сталкивается? В чем, собственно, преграда-то? Ну, кроме очевидных, там, отсутствия каких-то средств, да, или наставников, мне кажется, что недооцененный подпольный враг – это тараканы, собственно, с которыми человек сталкивается. Мне, кстати, сегодня приснились тараканы, вот, при встрече это обсуждали, большие, с усами, рыжие какие-то… Ну, ты видишь, какие у меня усы? Тебя нет. Вот, и вот, ну, я же сейчас веду этот блок для юных музыкантов и не юных, ну, в общем, которые считают, что им есть чему научиться. И постоянно мне пишут они, какие-то задают вопросы. Ну, я так понимаю, задают самые ключевые для них вопросы, которые они воспринимают как тупиковых в музыкальном развитии. И каждый день там 5-10 человек, уже в причине несколько месяцев. И это очень любопытно наблюдать, какие же вещи тревожат, потому что я вижу музыку, которую делает человек, и сразу вижу основные его слабые места. При этом он зачастую задаёт вопросы, причём упорнейшие. Пытается выяснить какую-то мелочь, которая, ну, никак его не продвинет. И загоняется на каких-то мистических моментах. В общем, ощущение создаётся, когда ты не можешь долго этого человека, даже интеллигентно, как я умею, убедить, что не в этом твоя проблема, по крайней мере сейчас. Что человек, хотя добиться успеха, как-то этого как будто бы и не хочет. То есть он упорно ищет какие-то препятствия, сам себе чуть ли не создаёт. Но если вникать там во всяких психологов, да, что, в принципе, я согласен, по крайней мере, рефлексируя о себе, что когда ты как-то не веришь в то, что ты добьёшься реально успеха, то ты как-то сам себе начинаешь палки в колёса вставлять. Хотя ты действительно хочешь, но, в общем, ты усложняешь себе жизнь, и в какой-то момент просто тупо не делаешь то, что ты знаешь, надо делать. Это происходит там и в духовной жизни. Я, конечно, знаю, что нужно усиленно и глубоко молиться, но я абсолютно в этом убеждён. Но, с другой стороны, ты говоришь, да что это изменит? Ну, то есть я вроде как... Ты теоретически в этом убеждён, а практически ты думаешь, ну, буду я, ну и что? Да, то есть какие-то есть вот эти проблемы, которые глубже, чем моя точка зрения. И вот мы этим себя сильно усложняем. Ну, я, например, мне кажется, очень много возможностей упустил, именно потому что я просто непонятно почему боялся, или что-то там, ну, просто не хотел выйти из привычного хода вещей какого-то, какие-то упускал я возможности, или мне казалось, что сейчас очень неподходящее время, у меня мало денег, отложено, если что, на перемены. Вот, но как бы чем дальше жизнь, чем больше детей, тем меньше у тебя, на самом деле, гибкости. И ты понимаешь, что вот лучший момент, он был вот тогда, когда меня звали там полететь в Америку, и мне казалось, что ой, как сложно это. Так, а сейчас это вообще нереально. Вот, надо было тогда лететь. И чего я мялся, потому что слетал бы и вернулся, и, допустим, убеждился бы, что это не мое. А так я так всю жизнь не буду думать, а что было бы, если бы я полетел. Мария написала, здравствуйте, рада видеть Александра, большой привет из Нижневартовска. Здравствуйте. Я не знаю, но тем не менее рад, что рада приветствовать. Вот так вот, Мария, он вас не узнал. Так, а мы о чем, собственно? Можно зачитать вопрос. Нет, вот Мария не задает вопрос. Мария, вы вопрос задайте нам лучше. Я вот еще хотел что сказать. Мне кажется, что одна из самых трудных частей, трудных моментов, это понять, чего ты действительно хочешь, и отличить это от того, что тебе навязано чужим мнением каким-то. Ну, потому что вот мы с тобой уже рассуждали, во что мы играли в детстве, да, и там кем хотели стать. У тебя, например, отец музыкант, да? И поэтому, в принципе, возможно, ты на себя проецировал это автоматически. Ну, здесь, боюсь, я могу... Может быть, нет. Вот здесь как раз, опять же, видишь, у меня получится про тараканов. Просто видишь, какая ситуация у меня, что мой отец музыкант, он как бы потом увлекся в 90-е бизнесом активно и с музыкой подзавязал, но всегда это считал он самым главным в жизни. И на фоне того, что у них очень плохие были отношения с мамой, и, в общем, брак разваливался в моем присутствии, и папа у нас был определенный антигерой в семье. И когда он, выпив алкоголь, он мне говорил, что либо ты будешь музыкант, либо ты мне вообще никто, то я, естественно, говорил, как нормальный тинейджер, спасибо, папа, и я тебе никто, не надо мне. То есть я даже не то, чтобы я думал, быть ли мне музыкантом, и решал, что не быть, это для меня даже варианта мне было. То есть я совершенно до того, как об этом подумать, я внутри знал, что я кто угодно, только не музыкант. Как интересно. Вот. И как бы когда они развелись, и вот мы порознь стали жить, то есть спустя несколько лет во мне всплыло совершенно непонятно, вот так или иначе я пришел к музыке. И интересно, да, что с одной стороны мне это навязывалось, с другой стороны, действительно, у меня к этому там и генетические какие-то предрасположенности есть, и есть там папины, допустим, знакомые, что всегда проще. Но получается как раз мне навязывали то, что я сам хочу, и от того, что мне это навязывали, я этого не хотел. То есть это такое. Мы привыкли про навязывание, что навязывают не то, чего мы хотим, а тут такая природа, что вообще, когда тебе навязывают, ты перестаешь хотеть даже того, что тебе желанно было. Вот как только, допустим, ты сидишь, делаешь, там, пишешь музыку, там, не знаю, рисуешь что-то, и тебе это нравится, и вдруг кто-то к тебе придет и скажет, приставит нож к горлу и скажет, ну-ка, быстро, нарисовал очень красиво. Расхочется рисовать. Вдохновение, да, то пропадет. Вообще тут у меня возникает очень тяжелый вопрос, а кто вообще мы, откуда берутся наши желания, и мне кажется, что мы состоим из целого набора, из целого салата различных чужих мнений, образов, которые мы где-то видели, примеров и опыта близких людей, который был нам невольно навязан просто потому, что мы это постоянно видели. И отыскать в этом свое действительно что-то, свое желание. А может быть и не стоит в этом что-то искать. Может быть, мы из этого и состоим, и это нормально. Ну, вырасти мы среди камней, мы бы не имели вообще, наверное, желаний, кроме как камень-камень. Кроме как лежать, и чтобы вода под нас не текла. Поэтому здесь отметать, понятно, что это, ну, бессмысленно себя вне социума рассматривать. Но вот, конечно, вопрос того, как реально во всем этом прочувствовать. Какой-то баланс нужно найти. Ну, вот мне кажется, что я, конечно, глобально-хронически потерянный человек, но последние годы... Потерянный в смысле? В смысле вечно не знающий, как же, вот что же здесь на самом деле мое. И от того, что... Это называется сейчас не потерянный, это ищущий сейчас называется. Ну, когда ты очень долго ищешь... Кажется, что ты потерялся, да? Да, что ты, независимо от того, что ты находишься через 20 минут и снова кажешься себе потерянным, это уже явно какие-то проблемы с головой. Вот, но мне кажется, что... Ну, когда ты в лесу ходишь, кричишь, ау, 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 никто не отвлекается, можно это назвать ищущим, а можно это назвать конкретно потерялся человек уже. Да, не надо мне помогать, я ищущий. Да-да-да. Ну, вот, мне хочется, ну, понятно, что тема такая водянистая, и только воду и лить, чтобы под лежачий камень текла, да? Ну, вот, единственное, чем я могу поделиться из своих маленьких успехов на этом поприще, это реально не мяться, а пробовать. Вот просто пробовать и делать плохо что-то. Там, вот я хочу стать танцором, ой, но это же нужно красивые платья покупать, это же нужен педагог, никакой попало, это-та-та-та-та-та-та-та-та, это нужно свободное время. И мне кажется, что первое, что нужно сделать, это попробовать абы как. Потому что, и слушать, что ты чувствуешь. Вот вещь, которая меня реально шокировала в моей жизни не так давно. Кстати, в прошлый раз, когда я был на Таосе где-то полгода назад, это было за пару дней до моего концерта первого с моей музыкой. Да, мы его и рекламировали в том числе. Да, рекламировали. Никто из вас, дорогие слушатели, не пришел. Я пришел. Ты не слушатель, хоть и дорогой. И вот интересный опыт, что я хотел, ну, я давным-давно занимаюсь музыкой, делаю музыку другим людям и пишу при этом свою, она как-то не особо востребована, я не продвигал, и не хватает на нее сил. Я вот много лет, я мечтал, что вот заниматься своими песнями, выступать с ними, чтобы люди их слышали уже в конце концов, сколько можно в стол. И, то есть, реально, желанию 10 лет, и я уже был на достаточном уровне профессиональном, чтобы это неплохо сделать уже 5 лет как. Ну, по мне так примерно. И я не делал, потому что не подходили какие-то условия, и мне реально ощутимый процент моего дня состоял из того, что я сижу и грущу, что я этого не делаю. Что мне нет... То есть, ну, не полдня, да, но каждый день это присутствовало в моей жизни. А если посчитать, сколько ты нагрустил-то. Сквозь годы. А насколько эта грусть убивала мою продуктивность, там, и радость, и так далее. Вот. И когда я таки сделал этот концерт, поддавшись, опять же, в самый неподходящий момент, я заболел там накануне, там с меня взяли 20 лишних тысяч за аренду помещения. Короче, были все предпосылки отменить, перенести, но я уже наученный опытом, просто попер уже. И прикольно в том, что этот концерт прошел, он прошел все равно неплохо, все довольны, там, конечно, в основном друзья, но не суть. И я, когда этот концерт окончился, я понял, что, в общем-то, я не очень-то хочу этим заниматься. То есть, мне очень понравилось, я отлично провел время, я действительно песни, которые мне дорогие, я пел людям, которые меня любят, понимают. И просто я понял, что я не обламываюсь больше, что у меня нет концертов, что это клево, и вот, и почему же я не сделал этого 5 лет назад? И не страдал бы, и не учился. Да, я бы понял, что это клево, я это могу, возможно, вот так это не то, чего я хочу, в каком-то другом формате. Ну, твой рецепт пробуйте, делайте. Да, то есть, пробуйте, если вы хотите... Ну что ж, у меня даже Библия вспоминает, все испытывайте, у хорошего держитесь. Ну, вроде того. Испытывать-то надо же, получается. Потому что, действительно, противоположная история вот этой моей с концертом такая, что несколько раз за последние годы я соглашался на спонтанно какую-то ерунду, которую, ну, мне, во-первых, я не считал себя уместным, не считал себя достойным. Там какие-то меня, когда мне позвали мастер-класс по гитаре провести, просто я шел туда со стыдом, какой нафиг я буду мастер-класс по гитаре проводить? Ну, я недостаточно в этом. Или вообще вот эти мастер-классы, это не мое. И в итоге какие-то такие вещи, на которые я соглашался, так вот, махнув рукой, и оказывалось в процессе, что я сижу на этом мастер-классе и понимаю, что я кайфую. Реально, без задних мыслей. И люди, очевидно, тоже чего-то из этого черпают. И что я бы этим, я даже не думал этим заниматься. Поэтому пробовать и не заморачиваться лишнее. Мария написала, а мы незнакомы. Ты же, когда незнакомый человек рад тебя видеть. Вот это вообще удивительный ценно. Спасибо, Мария. Так, у меня Жан де Лафонтен, французский баснописец. А, я думал, слушатели у нас такие есть. Нет, уже нет. Чаще всего человек встречает свою судьбу на том пути, которым он пытался сбежать от нее. Вот это чувство знакомо? Встречаешь судьбу на том пути, которым пытался сбежать. Мне кажется, это, конечно, не про профориентацию. Это про что-то немного другое, но это опять будет про моего папу, столько времени ему в эфире. Но вот раз уж я начал, вот сейчас мы с ним очень хорошо ладим, но в детстве вот у меня на почве всего, что происходило в браке у родителей, я жил с мыслью, что я хочу не знаю чего, но наоборот, не так, как папа. Хочу вот радикально другим человеком быть во всем. И потом с детства ушло, детство ушла такая прям, это перестало быть целью моей жизни, но это осталось каким-то директивой. И в какие-то моменты я понял как раз мой передцерковный кризис, что я в общем-то не могу от этого уйти, что даже пытаюсь не быть папой, я так, как это делал бы папа, грубо говоря, проявляя вот эти качества, которые мне вроде как не близки в нём. И пока я не встречусь с ними и не осознаю, не назову вещи своими именами, что я не просто какой-то левый пацан, я продолжитель вот этих вещей, они во мне есть, мне нужно не пытаться делать вид, что их нет, а как-то их преобразовать из праха в красоту, как сотворить это, пересотворить, как творю всё новое, как Господь говорил. Вот, ну, пока я с этим не разберусь, я буду встречаться, куда бы я ни пошёл. Я улечу в Гаймалае, и там в своём внутреннем монологе я встречусь с этой историей. Я так это слышу, этот цитат. У нас телефонный звоночек есть, давай, приняем его. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Анязов Владимир. Здравствуйте. Хотелось бы сказать свои мысли по поводу жизни, свою участие по жизни. Вот я маленький был, мне вообще не хотелось никогда работать, потому что я уже понимал, что 8 часов пахать – это счастье не вызовет никакой работы. А сейчас, тем более после перестройки, по 12 часов, 2 через 2 – это вообще каюк. Тут у меня знакомый. И вот так, и по жизни я понял, что жениться не надо, чтобы жену не содержать, чтобы не было детей, детей не содержать. Так у меня и получилось. Вот я сейчас сижу в автогонке, играю, асфальт 8, и вас слушаю, и прекрасно себя чувствую. Никого не надо содержать, не работать не надо. Ну, никогда не работал, собственно. Вот такое у нас мнение наш постоянный слушатель Владимир. Интересно. Да, он особенный человек у нас такой. Можно позавидовать Владимиру, если он действительно счастлив? Свободен от всего. Я завидую, на самом деле. Ну, мне настолько не близка эта позиция. Ну, я просто понимаю, что если я просто сейчас все брошу и сяду играть в асфальт, по-моему, да, речь шла, то я просто не буду счастлив. Вот, и поэтому я завидую. Ну, хорошо, давай вернемся к нашей картинке с пазлом, да? Здравствуйте, картинка с пазлом. Мир – это пазл. А, да, про свое место в этом всем, да? Можно ли сказать, можно ли согласиться с этим образом? Мир – это пазл. Наша задача – найти место. Оно где-то должно быть, вот это местечко, такое же, как мы. Вот эта дырочка. Мы в нее приходим, встаем, и все. И нам хорошо, мы нашли свое место, мы исполнили предназначение. И общей картине хорошо, то есть общество от этого хорошо. Можно ли с этим согласиться или все как-то по-другому устроено? Как ты считаешь? Ну, я не могу смотреть это полностью, абстрагируясь от христианской картины мира, к сожалению. Хотя, в общем-то, я на многие вещи, к сожалению, могу смотреть совершенно без христианства. Но здесь, как бы, если все это имеет смысл, и тот, кто за это ответственен, имеет некий разум, превышающий наш в разы, то должно иметь, быть какое-то вот это место для человека, для именно вот этих свойств и качеств, которые ему даны. И мы видим, да, что по истории многих там каких-то известных деятелей, что и даже плохое, что человеку дано, оно может быть преобразовано и переделано в его нахождение в месте, где он помогает людям с такими же проблемами, или пережившими такие же несчастья. Вот. И еще один момент, что вот когда мы говорим, что вот это место в мире, которое я найду, и в котором мне будет очень хорошо, оно мое, и я сужу потому, что мне хорошо. Но опять же, если мы смотрим на Христа, его место было очень неприятным в итоге, и он его занял. И поэтому, ну я сам сейчас об этом говорю, мне, честно, немножко волосы дыбом встают, потому что я волнуюсь, потому что я действительно внутри думаю, что мое место – это не то место, где мне легко. Это неприятно признавать. Да, это то место, где я буду чувствовать жизнь, как бы, и свою реальную к ней причастность, но вполне возможно, мне там будет крайне сложно находиться. Знаешь, в Фейсбуке есть реклама, иногда она возникает сама по себе, хотя ты вроде ничем не провинился. И вот вчера мне попал на глаза видеоролик какой-то фирмы, даже я, к счастью, не помню, какая это фирма, фирма одежды какой-то, и красивый видеоролик, замечательно снятый, о том, что нужно жить на 100%, нужно делать только то, что тебе нравится, и если это тебя не зажигает, если это тебе не нравится, если тебе это, ну простите за это слово, не в кайф, то тогда нет смысла это делать. Там так и сказано, просто убегайте от вот этого, уходите от этого, прекратите делать это, если делайте только то, что вас зажигает, потому что жизнь всего лишь одна. Интересная философская картинка мира, правда? Если мы не верим в Бога, и наша жизнь действительно закончится полностью вот с физической смертью... Ну тогда времени не надо терять столько. Тогда времени действительно нету, и надо действительно делать только то, что тебе в кайф. Логично, очень логично, но это совершенно безбожная картина. От этого бренда нам было представлено. Я сомневаюсь, что она на самом деле работает для людей, которые умеют развиваться. Потому что я был безбожным человеком, и я прекрасно знаю вот это, что удовлетворение просто своих потребностей не приводит, к счастью, оно приводит к более гурманству в любой потребности. Будь то еда, будь то отношения, будь то развлечения. Еще больше. Ты хочешь больше, и это все сложнее добывать. Это то, о чем мы примерно касались полгода назад на эфире. Поэтому мне кажется, что правда есть в этой рекламе, ну в смысле, как обычно, плохие вещи очень хорошо получаются из хороших вещей, когда ты их извращаешь. То есть когда мы берем социум постсоветский, где люди действительно во многом отучены чего-то хотеть, и настолько постоянно оглядываются на то, одобряет ли учительница, одобряет ли мама, одобряют ли соседи, и то действительно этому человеку необходимо, может быть, даже уйдя в крайности на какое-то время, ну посиди ты и разберись, чего ты действительно хочешь. Вот. Как бы ты хотел прожить остаток жизни, она все-таки еще у тебя есть. Вот. Это важная вещь. Но, ну а как бы когда это, ну, мне кажется, если, предположим, возьмем какой-то социум, где это долго проповедуется, и действительно все такие свободные и чего-то хотящие, то этот социум будет в другой тупик приходить, да, что люди плохо складываются в картинку, как ты говоришь. И тогда появится реклама о том, что в жизни пора качнуться в другую сторону, что, друзья, если мы будем каждый думать о себе, мы развалимся, давайте как-то, ну... Давайте строить совместное... Не уничтожим, давайте планету не будем ломать, давайте не будем причинять боль друг другу, там, локально, психически. Вот, то есть здесь нужно работать с собой, наверное, сразу в двух направлениях, как обычно. С одной стороны, чутким быть к тому, чего ты хочешь, с другой стороны, прислушиваться к тому... Ну, тем более совесть или я не знаю что, какой-то эмпатия подскажет всегда. Вот. И когда человек испытывал в жизни, мне кажется, реальное счастье, хоть минуту, вот эту точку, когда... То есть, мне кажется, это не положение, в какое ты становишься, а вот как парад планет произошел в твоей жизни, что ты в какой-то момент сказал правильную вещь правильному человеку в правильном месте, или там ты что-то сделал, или я просто был частью, там, не знаю, стулья расставлял во время богослужения и вдруг понял, что вот оно, вот она жизнь. Когда ты испытал вот это счастье, оно ушло, и в следующий раз при расставлении стульев ты его не можешь испытать. После этого просто тусить каждый вечер, курить кальян будет прикольно, если у тебя есть на это средство, с разными людьми там знакомиться, но ты будешь подсознательно помнить, каково оно реальное счастье. Как вот в исповеди Ложена Августина, он говорит Господу там, что и поздно, я возлюбил тебя долго, я там отвергал тебя, я не мог увидеть тебя, что во всем вокруг твоя рука. И он интересную вещь говорит, которая у меня в сцене в голове играет, что я вдохнул и задыхаюсь теперь без тебя. То есть, ты, Господь, дал мне вкусить твое присутствие, там, я не знаю, опыт общения с тобой, и все, теперь все остальное в жизни вообще не радость по сравнению с этим. И вот в нас, во многих, свербит эта штука, потому что мы хоть раз-то были в жизни счастливы, в детстве, может, в какой-то момент. И когда ты просто пытаешься залить это бухачем или там какими-то развлечениями, ты подсознательно все равно чувствуешь, что это не то, это не то, это не то. И, естественно, чем больше лет проходит, ты можешь забить, наверное, это воспоминание, но никуда ты не уйдешь от... Безбожник ты или глубоко религиозный, или там какой-нибудь new age пацан, никуда ты не уйдешь от того, что твоя психика развивается, там, у тебя осложняется картина мира, тебе нужны... В общем, тебе каждый день надо заново в нее встраиваться, мне кажется. Как-то я слишком заплел, но извиняюсь. К вопросу о пазле Настя нас снова возвращает к этому образу. Вы верите в судьбу, спрашивает она. Но я перефразирую, по сути, действительно ли в этом пазле есть то самое место именно для тебя? Мне кажется, образ пазла, он хороший, но, как и все образы, нужно знать его края. Также, когда мы говорим «бог-отец», это значит, что мы пытаемся какие-то необъяснимые вещи про Господа объяснить через образ отца, но это не значит, что «бог-отец» — это у него есть жена, то есть все характеристики отца у него не присутствуют, у него есть какая-то ключевая. Также, когда мы говорим про пазл, то вопросы такие возникают, когда мы реально представляем себе какую-то статичную картинку мира, где есть вот эта дырочка, которая тебя ждет. Мне кажется, что это все плывет и каким-то загадочным образом все изменяется. И в какой-то момент ты встроился, а потом ты вышел из нее. Да, если ты не встроишься, что соседние детальки как-то это дело заполнят, и все это подстроится, но это не значит, что ты упустил свой момент, и нету больше дырочки для тебя. То есть это какая-то такая штука, что в этом смысле я верю в судьбу, да и не очень-то верю. То есть мне кажется, что не есть какая-то, допустим, женщина на свете, которая мне предначертано. Вдруг она в Аргентине, ё-моё. А я никогда не поеду. Да, я туда не поеду. Или есть какая-то компания, в которой есть место для меня рабочее. И вот она стоит пустое все это время. И будет всю жизнь стоять пустое, пыльный компьютер там стоит, все ждут только тебя. Да, то есть есть у тебя какие-то качества, суммарно. И ты пытаешься, мониторишь, радар включаешь, да, где сейчас я могу пристроиться. Это вот то, чем я занимаюсь все эти годы. Хотя я вроде как нашел себя в музыке давным-давно, и все мне должно быть нормально. Снова телефонный звонок у нас есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел бы просто скорее дополнить вот насчет «Живи». Меня зацепило немножко, что жить в кайф. Но мне кажется, это вообще-то вопрос вкуса, на самом деле. Как у французов там есть культура вкуса, что различать вкусы и что вам в кайф. И как бы если правильно различать духи и благость Божия, которая единственная только блага и без яда в конце, в конце, то можно и так, да. Ну, то есть нет ничего зазорного в том, чтобы быть немножко гурманом и различать вкус жизни. Если ты умеешь различать духи. И у меня этого дара, я могу сказать, что я опытом убедился, что у меня не очень с этим даром. А мне очень праведными и светлыми кажутся зачастую вещи, которые в итоге оказываются не очень. Как насчет... Прости, что я снова про свой пазл, я заканчиваю. Как насчет поменять свою форму, подстроившись под дырочку, которая вроде недалеко? Или, может быть, взять и все разломать, там, под себя сделать? Мне кажется, что вот моя форма, то, какую форму я сейчас имею, да, в ней есть некая сердцевина, и в ней есть нечто наносное. И вот нечто наносное, оно не такое гибкое, как вот эта сердцевина. То есть вот этот пазл текущий, вот этот и ртутный, да, постоянно изменяется, он сделан из вот такого же материала, из которого это сердцевина. И если я... Ну, а все, что мы себе надумали лишнего, да, все, что нам надстроили, все, чего мы боимся, вот эти все вещи, они не такие гибкие. Они нам и не позволяют влиться в эту лужу ртутную, глобальную, божественную, простите. Вот. И это то, что нужно учиться, мне кажется, отбрасывать. Не в плане, что стать нейтральным человеком без каких-то особенностей, но там, если я знаю свои слабые места, допустим, что я там... Ладно, не буду про себя. Короче говоря, ну, нужно принимать форму, не то чтобы искать место, где мне нужно все от себя отломать, да, какие-то ключевые для меня вещи. Ну, хотел я общаться с людьми на работе, а вот работа, где людей нет вообще. Ну, подстроюсь. Ну, это, мне кажется, ломать себя. Например, человек считает себя рэпером. Рэпером, ну, простите, такой пример. Он много времени так прожил, прожил именно таким образом жизни. Каждую вечер, ночь, он там где-то в каком-то клубе, общаясь со своей бандой, командой, выступая и так далее. И тут жизнь меняется, возраст идет, он женится, появляются дети. И перед ним встает выбор. Либо подстроиться под эту новую социальную роль, да, он отец. Он должен быть дома, он не должен уходить. Ночью тусоваться в клубах, потому что он нужен семье и маленькому ребенку, и жене, да. Или он скажет, нет, я рэпер, всегда им был, наденет свой снэпбэк на голову и пойдет. Ну, наверное, такая картина. Тут, да, ты рисуешь снова две крайности, и это по-больному бьешь, потому что передо мной проблемы этого рэпера во многом сейчас стоят, как перед папой двух детишек, у которого при этом масса творческих и социальных планов на жизнь. И здесь, как всегда, вот где-то в середине, мне кажется, есть вот это место, которое я сам не могу нащупать, что, ну, вот если брать детей и вообще любой долг, да, это может быть долг перед родиной или долг твой на работе, перед компанией твоей, какой угодно, где твоя реальная личная ответственность есть, которую нельзя ограничить с девяти до шести, вот, и все. Бульденник прозвенел, мне это не касается, что эти вот, что дети, что там, что работа, это бездонные бочки, они поглотят все, что у тебя есть. И благое желание быть хорошим отцом может, если перестараться, ты можешь стать несчастным человеком просто, и несчастный человек не может быть хорошим отцом. Это тебя проглотит просто. Да, но это не значит, что ты собрался, бросил детей и пошел заниматься своими делами. То есть здесь действительно нужно, потому что ты своих детей учишь не только тому, что вот они высытые, вот он, я вас отшлепал там за плохое какое-то, а то, что вот, ребят, смотрите, жизнь непростая вещь, нужно как-то маневрировать между тем, что действительно необходимо, между вашей ответственностью и тем, чтобы ощущать вообще себя живущим. И вот это, чему я хотел бы научиться, и мне кажется, что если бы я свою дочери и сыну мог такое дать, то вообще я мог бы не давать им ни образования, никаких норовоучений, что если бы они могли различать духи, грубо говоря, это с этим ты вообще, все у тебя будет ништяк. Вот, поэтому как бы рэперу нужно как-то искать какую-то середину. Олдес Хаксли, британский писатель, антиутопист, есть только, простите, есть только один уголок Вселенной, который ты с уверенностью можешь улучшить, это ты сам, говорил он. И в связи с этим немного практических вопросов, практической пользы от тебя. Вот ты ведешь блог для звукорежиссеров, музыкантов, и по сути сейчас каждый человек может научиться почти всему, что нужно. Ну, материалов хватает, учебников, видеоучебников в интернете, да просто даже можно найти себе репетитора какого угодно. Ну, можно выучить язык, можно научиться играть на гитаре, можно плитку научиться класть, можно машину научиться ремонтировать. Все это можно делать. Но для этого нужна самодисциплина и работа над собой, да? Как взять себя в руки и заняться собой, и если ты чего-то хочешь, просто взять и делать. Здесь у меня есть пара, наверное, практических мыслей, и одна непрактичная, но важная. Я начну с нее, потому что, мне кажется, она идет первее, а потом я перейду к практичным, ладно? Да. Когда я начинал играть на гитаре, я пришел к однокласснице в гости, которая тоже занималась, она в музыкальной школе занималась. И не знаю, откуда мне это взялось, может быть, мне мама вложила там какую-то небольшую веру в себя, и мы с ней слушали «Наутилус Помпилиус», по-моему, и там я пытался все подобрать там какую-то гитарную штучку из вступления. И Варвара, одноклассница моя подружка, она, не помню, как буквально звучал наш диалог, но, в общем, она не понимала, зачем я занимаюсь этим, ведь это же «Наутилус Помпилиус», а это я. То есть она даже не, ну, она просто не могла даже подумать о том, что она может так сыграть, грубо говоря. Вот. И, ну, а мне почему-то очень хотелось. Может быть, я не особо верил, но я был в этом плане уперт. И то есть она отрезала себе путь к развитию в этом, потому что она просто была убеждена, что есть те, которые могут, а есть мы простые ребята. Вот. То есть мне кажется, что если у нас в голове есть вот эта штука, она в какой-то степени у нас у всех есть, то не поможет, то нужно не к репетитору, нужно к психологу идти. Потому что ты… Ничего не получится. Я не верю, что у человека, который так мыслит, может получиться что-то серьезное на любом поприще, в любом ремесле, кроме какой-то пассивной там. Однажды преодолеть собеседование и сидеть там на работе уже сильно не отсвечивая. Вот. А практичные штуки – это, во-первых, обратиться обязательно к кому-то, кто есть педагог. Но вот я как педагог и дистанционно, и фактически могу сказать, что вот когда приходит человек, он говорит, ну, научите меня, и не может реально ответить конкретно на вопрос, чего он хочет, этого человека научить невозможно. То есть его… Ну, понятно, что в музыкальных школах таких учат в итоге играть какой-то ряд произведений, выпуститься из них, иметь какие-то навыки, которые они, закрыв крышку рояля, забудут потом, скорее всего. Вот, если они так и не научились чего-то захотеть конкретного. То есть я хочу стать богатым, да, вот как мы пошутили про тебя. Ну, это не задача. Как ты хочешь стать богатым? Может быть, ты скажешь, я хочу стать богатым любой ценой. Ну, тогда преступность. Да, тогда, ну, в принципе, это цель, это честная цель. И это уже какое-то руководство к действию, да, что ты просто ищешь, где быстрее и легче всего сделать деньги. Или, допустим, я хочу заработать большие деньги любой ценой, но я не хочу жить в страхе там за свою жизнь. Тогда какие-то виды преступности, где могут голову оторвать. Нет, тогда ты чиновником должен. Может быть, да. Вот, и аккуратным желательно, ну, в меру. Чуть аккуратнее, чем те, кто вокруг тебя. Но не слишком, а то решат, что ты слишком порядочный. Не суть. То есть нужно конкретнее формулировать задачу, и эту задачу может, когда ты только начинаешь, может быть, сложно сформулировать. То есть действительно, человека возбуждает музыка, допустим, он хочет стать музыкантом. Ему сложно разобраться во всем этом, какие они бывают, эти музыканты, а чем они занимаются. Как они на жизнь для себя зарабатывают. Да, как они зарабатывают на жизнь. Не у всех же, как у Земфиры концерта, да? Не у всех, да. И вот если человек такой ко мне приходит, то я не буду никакие аккорды ему показывать, пока мы не разберемся. Хотя бы я хочу играть во дворе вот эту песню. Это тоже цель. Я хочу выучить песню, чтобы жене спеть ее на день рождения. Да, может быть. Конкретнее некуда. Пожалуйста. Потом, может быть, ты, спев эту песню, решишь, что все, отлично, я поехал. Или ты вдруг решишь, а почему вот в этой песне вот это вот так, и мне нравится вот это место. Дядя Саша, объясни мне. И это уже говорит о каком-то интересе и к его чуткости там, к гармонии, допустим. То есть от этого можно плясать. Потому что я взял в руки гитару, не планируя стать музыкантом. Мне казалось, что мои стихи прекрасны, и я хочу выйти во двор уже теперь с этим, потому что качком стать у меня не получилось. И завоевать респект таким образом. И потом уже в процессе я как бы влюбился в музыку непосредственно, и мне расхотелось вообще во двор выходить. Но сначала я понимал, чего я хочу. И если бы я просто пришел к педагогу и сказал, я что-то не знаю, научите меня. Но он бы начал меня учить не совсем тому, что мне нужно и так далее. И мне кажется, что то, что часто происходит у разных педагогов, ну я опять же про музыку, потому что мне это близко, что люди, когда не знают, чего они хотят, или даже не хотят усилия предпринимать. То есть, допустим, придет ко мне человек, и мы попробуем разобраться, чего ты хочешь. Давай скажи, какая тебе музыка нравится? А вот это я тебе играю, тебе вот это нравится? О, нет, это не нравится. Это вот таким музыкантом я быть не хочу. Окей, мы сразу же отмели половину музыки во вселенной. Но мы упростили задачу в два раза. То есть, собственно, самостоятельно или с помощью какого-то человека разобраться в своих желаниях, хотя бы на ближайший месяц. Второй практичный совет от тебя за эфир, конкретизируйте для себя самих и для окружающих. Чего вы, собственно, вот... Тратьте усилия на то, чтобы понять, чего вы хотите. Хотя бы отсекать крупными пусками. Любую конкретную цель, хотя бы какую-то смешную. Пусть она будет нелепая, да, что хочу девушек обвораживать там, не знаю, хочу дорогой костюм, потому что вот актер в каком-то фильме в нем был в детстве, мне это засело в голову. Ну, задайтесь этой целью. Ну, смешно, но хотя бы какая-то цель. Мне кажется, что вот вопрос лени и вот этого всего. Когда действительно перед тобой стоит настоящая цель, которая тебя вот как-то задевает внутри? Вопрос мотивации, понимаешь? Вот, например, я знал, что мне надо к зубному. Уже давно я три года у зубного не был. Но до того, как у меня зубы в отпуске несколько дней назад не заболели ужасной болью, я не собирался идти к зубному. Я тоже так ходил. Ну, сразу же мотивация появилась. Я сразу записался и побежал. Но видишь, с желаниями, когда ты в целом живешь, ничего у тебя не болит сильно, сложно замотивироваться. Ну вот еще один момент хотел озвучить, и у нас сообщение еще будет от Антона. Мохаммед Али, легендарный боксер, говорил, человек, который в свои 50 смотрит на жизнь так же, как и в 30, потерял 20 лет своей жизни впустую. То есть он говорит о том, что человек должен постоянно изменяться. Жизнь человека — это путь, в котором он постоянно мутирует и меняется. И нам важно обзавестись адекватной самооценкой, чтобы понимать, кто мы, чего мы стоим и где наше место на данный момент, как мне кажется. Ну да, мы этого немного касались, получается. Но здесь к тому, что мы говорили, и что к его высказыванию сложно что-то добавить. Но действительно, что успокаиваться, идти как-то тупо к какой-то цели. Сложно, да? Ведь понятно, что все, кто там учит бизнеса, успеха, говорят, что ставь цель и иди к ней. Но мне кажется, что прислушиваться к себе, раз в недельку утром проснувшись, а ты подумай, а ты все еще хочешь? Или, может быть... Или ты по инерции движешься. Или, может быть, ее можно немножко скорректировать. Может быть, да. То есть вот как менялся мой музыкальный путь, он продолжал всегда быть музыкальным. Но я давным-давно перестал стремиться быть крутым гитаристом. То есть лет 8, как я это бросил. Потом мне было какое-то время интересно петь, а потом перестало быть интересно. Потом там аранжировка, потом вот сейчас это обучение, вот это там видеоблогерские дела. То есть и это все... В итоге все вот эти потраченные, допустим, на гитару и на вокал время, я же не стал в итоге ни певцом, ни гитаристом. Да, они в итоге как-то растекаются в какое-то место. То есть это чутко... Антон нам написал, человек может действовать либо на поводу чувственных желаний, либо на более высоком уровне. Он начинает действовать из чувства долга. На нем гораздо больше счастья испытывает, потому что не так сильно страдает от привязанности к чувственным удовольствиям. И на самом высоком уровне человек действует из любви к Богу. Тогда он полностью удовлетворен, и ничто его не выводит из колеи, потому что Бог является источником всего, а ты лишь его слуга. То есть три уровня. Ну, это известно. Уровень эстетический, то есть просто удовлетворение. Уровень, кажется, этический он называется, по-моему, потом чувство долга. И уровень уже такой третий, духовный, когда ты действуешь, потому что Бог этого от тебя хочет, ты в это веришь, и тебя все устраивает. Ох, мне сложно. Понятно, что это очень правильная мысль, но у меня вот даже, как у верующего, который старается как бы все это делать искренне, у меня сразу возникают вопросы. Окей, красиво, вы красавчики. А как? Как же мне разобраться, чего Бог от меня хочет? Да, есть детская сказка Сергея Козлову. «Берегите погоду» называется. И там такой момент. «Берегите погоду», и паучки отвечают медвежонку. «Мы очень согласны». «А как?» И мы просто с женой постоянно это повторяем. «Мы очень согласны». «А как?» Ну, просто мне кажется, что вот эти три уровня, они периодически меняются у человека. Все зависит от каких-то конкретных моментов в жизни, от каких-то конкретных действий. Где-то ты на первом уровне, где-то на втором, а где-то, дай бог, и на третий даже выходишь. Тут нет такого роста, как, знаешь, я достиг 80-го левела христианской жизни, я теперь действую только на последнем уровне, я человек-робот. «У меня постоянно на эфире Господь, он все время мне диктует, сейчас мне, кстати, с левой ноги или с правой, и сказать это не то». Да даже Моисей так не жил, ребят. Так, у меня последний еще момент. Рубрика «Дежавю» у нас такая была, мы не успеваем. Я вчера посмотрел мультик «Моана». О, хороший мультик. Смотрел мультик такой. Как всегда, диснеевский сюжет, он всегда один и тот же. Всегда принцесса, всегда звучит фраза «ты должен найти себя», «ты должен понять, кто ты», «услышать зов своего сердца», «действовать по зову своего сердца». Там в сюжете островное небольшое племя, девушка чувствует, что ее тянет к морю по неизвестным каким-то причинам. Ей говорят, что нельзя, на море там опасно. И тем не менее, в конце концов, получается так, что она действительно должна отправиться в путешествие по морю, чтобы спасти это самое племя. Даже тех, которые ей говорили, туда не плыть. Да. Вот в жизни у нас тоже так получается. Нас к чему-то тянет, а окружающие всем нам говорят, «ты брось ты, ерунда все это. Да вообще забудь ты, это не твое. Тебе даже это не идет». Бывает же такое? Бывает, но мне тоже в начале моего музыкального пути многие говорили, и беззлобно, что, дружище, что-то не твое. Получается плохо. Ну, я тебе говорю как... Я как друг тебе говорю. Как друг. То есть у тебя и плохо получается, и это так себе сфера с точки зрения заработка, ну, надлинять, пока тебе 18. Да, да, да. Их знает. Может быть, меня ждала большая судьба, если бы я не слинял. Вот, если бы я так и пошел в Академию ФСБ, и, наверное, с достатком у меня, наверное, было бы сейчас лучше. Ну, это все, если бы да кабы. Да. Но мне кажется, действительно, иногда путь от момента... То есть если тебя как-то сильно к чему-то тянет, то есть смысл задуматься, почему тянет. И вполне возможно, что действительно там есть смысл туда сходить. Ну, потратить там какой-то 3% своей жизни хотя бы, чтобы заглянуть. А там разберешься. Ну, вот в мультике-то все, конечно, как обычно в сказке срослось. Да, там в итоге срослось, да, что в итоге это вообще ее предназначение было, и вот все ей благодарны. Она избранная оказалась. И все злодеи стали добрыми, и, в общем, все счастливы. Ну, не все, не все. А кто там не счастлив? Краб не стал добрым. А, краб. Ну, краб прекрасен просто. Это замечательный образ, на который он поет потрясающую песню. Вы посмотрите, мультик «Надо жить в блеске». Он поет такой образ современного мира. «Надо жить в блеске». Вот она, главная ценность. Тот самый видеоролик, который я посмотрел. «Надо жить так, чтобы вот только то, что в кайф, только то, что тебя прет и вдохновляет». Итак, друзья, мы сегодня говорили о том, как найти себя. И оказывается, что это настолько запутанная штука, столько здесь уровней, столько здесь камней преткновения, настолько это все сложно. Разобраться, сейчас вот скажу, в рояль выкатываю, «Бог поможет разобраться». Мне кажется, ну, это не гарантия, это никакое не обещание, не штамп там, да. Но и когда я прихожу в тупик, когда я уже не знаю, куда идти, то я иду к Богу и спрашиваю у него. Потому что, ну, больше вообще не знаю тогда у кого спрашиваю.